начнем да здравствуйте все кто к нам присоединился мы вам рады и как раз таки сегодня мы раскроем интригу а что же такое вот в этой белой коробочке цельную неделю коробочка будоражило некоторое количество людей в интернете вот тем было интересно люди люди спрашивали что там люди пытались догадаться вот некоторые некоторые очевидные неправильные догадки были предсказаны некоторые неочевидные догадки нам и самим понравились вот ну и собственно говоря мы в конце расскажем про победителями да конечно давайте мы сначала расскажем про то что угадали люди а потом скажем кто угадал да у нас есть победители которые получат ценные призы ну что там уже в инстаграме нас и в очередной раз спрашивать что же в коробке друзья начинаем такая вот маленькая беленькая коробочка вы ее сделали специально вот такой вот беленькой и что же в ней а вот что вот что вот что в этой коробочке смотрите какая интересная тряпочка я долго подбирала слова первую очередь ну понятно да это это в принципе видели все как обычно таблица название вон там все наши замечательные имена разработчиков этого прекрасного алексей вот смолкин андрей близняков юлия росла вот здесь вот ну чего не видели раньше это вот этот уголочек да я чуточку его поближе поближе пододвинем этот уголочек это то что называется легенда кубика видите кубик от одного до восьми и стрелочки что с ним делать с этим самым кубиком вот это собственно говоря как как ходить это игровое поле как не трудно догадаться это игровое поле не знаю кому как когда я увидела его впервые вот это игровое то что андрей называет игровым полем я подумала что это прикольный на шейный платок а почему бы и нет кстати мы мы кстати говоря действительно эту мысль подумаем и может быть нам действительно вот это вот выпустить в качестве там шейного платка банданы а чё бы нет а что да это фирменный стиль например себе симпатичное поле но в таком формате это игровое поле вот это это собственно говоря те кто угадывал это действительно действительно первая первая в россии полноценная настольная игра именно по фокусам языка вот вот и так что же дальше ну вот разложили мы самую боль она красивая прежде всего андрея уже там сказал что есть в этом поле интересное дополнение до связанная с кубиком да да и почему 8 кубик кстати тоже был для меня неожиданным я наверное никогда не была особенной приверженницей настольных игр и кубиков больше чем на шесть грани я честно вам скажу вот поэтому вот в этой игре мы используем кубик на 8 грани посмотрите кто-то не видел тоже это кубик кубик восьмигранный у него как не трудно догадаться 8 почему 8 в каждой игре такой такой кубик будет потому что чтобы ходить по вот этому полю давайте мы его еще раз там чуть-чуть куда поднимем покажем чтобы по нему перемещаться чтобы по нему перемещаться вот например из этого из этого места у нас есть ровно 8 куда ходить поэтому кубик восьмигранный вот этот кубик этот кубик технический наш внутренний с рунами вот но вы как будет будут практически такие соответственно вот кубик как обычно можно бросать все такое вот что же дальше что же счета есть не по чуть-чуть доставать чтобы было весомо да вот а внутри есть вот такие вот карточки еще вот с этой стороны их уже тоже цвет из тоже покажем у них есть рубашка красивая у башни вот такая такие что же это за карточки а с другой стороны картинки и фразы поближе чтобы было видно вам я покажу инстаграм и покажу вот видите там такое лицо недовольное лицо тетеньки и есть вещи которым я никогда не научусь а есть лицо недовольного дяденьки никакого сексизма у нас и тетеньки и дяденьки одинаково бывают недовольны все вот я не считаю что в нашей стране такое невозможно дяденька вот смотри все нормально в нашей стране есть возможно да и вот таких карточек вот с недовольными дяденьками и тетеньками очень во-первых во-первых вот надо посмотреть сказать что карточки прикольные они так ламинированы что как будто бы они вообще пластиковые то есть очень такие прям просто уже долго что называется да с учетом того что на карточке за ламинированные и они действительно напоминают пластиковые а а игровое поле можно постирать вы с такой игрой можете съездить на природу до на дачу и в общем-то очень практичная такая штука можно не бояться что-то испачкать или штан с этими штуками ничего не случится вот почему же их почему же их так много вот почему какая какая пачка вот конкретно в этой игре которую мы сейчас показываем в этой колоде находятся 48 возражений не фокусов языка фокус языка находится здесь находится на поле здесь находится 48 возражений по 3 карточки на каждое то есть фактически мы берем вот этот колоду перетасовываем ее чтобы у нас мир был богат и непредсказуем после этого после этого фактически мы так вот берем и выкладываем вот таким вот образом мы выкладываем эти самые карточки по полю по всем квадратикам с фокусами языка да правильно александр замечает это с одной стороны и ограничивающие убеждения а с другой стороны это возражения клиентов с которыми можно столкнуться при продавая свою какую-то продукцию да вот эта игра которую мы сейчас показываем здесь действительно ограничивающие убеждения скорее в формате скорее в формате бизнес возражений вот однако уже уже сейчас уже сейчас готовы материалы на еще три игры готовы материалы готовы возражения точнее там уже не возражения а там уже конкретно ограничивающие убеждения готовы ограничивающие убеждения на игру про отношения то есть все что все что мешает людям выстраивать гармоничные отношения готовы возражения готовы ограничивающие убеждения на ну там личностный рост немножечко в таком широком широком смысле слова вот она на то чтобы там могу не могу научусь не научусь и все возможные вот такие вот штуки и тем самым это играет является достаточно универсальной да с точки зрения применения с одной стороны вы когда вы не в нее играете вы круто прокачиваете использование разных фокусов языка разнообразных переходов убеждения переубеждения там внушение внушение там и так далее а с другой стороны когда вы выбираете игру по какой-то теме но вот в данном случае мы говорим про игру переговоры до бизнес и переговоры то здесь прорабатываются как могут быть проработаны как ваши личные ограничивающие убеждения а также вы можете быть готовыми к работе с возражениями с которыми вы сталкиваетесь там своей работе в продажах в переговорах вот когда вы выбираете игру связанную с деньгами тем самым работая с полем карточек работая с фокусами языка с переходами вы трансформируете свою систему убеждений ограничивающую систему убеждений относительно денег вот то есть вот польза она такая очень широкая да такая очень системная ну и соответственно точно также вы можете проработать тему отношений и убеждений о своей личности о жизни в целом вот как играть берем какую-нибудь фишку ну в данном случае это вот такой вот мелкий рыжий котейка котики да кто 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 видит котиков ставьте лайки потому что это котики вот располагаем где-то на люб на любом месте дальше так я беру я беру кубик но ты берешь кубик юля берет кубик начинает всегда юля отправила такое в игре до это что это четыре цифра 4 обозначает вот мы сюда смотрим это мы идем вот сюда вправо и вниз так это значит что я должна котика переставить вот сюда вот не просто переставить а ты вот сюда его сдвигаешь и здесь поднимаешь эту самую карточку и тут видишь возражение это невозможно написано это невозможно говорит говорит вот это вот довольно недовольная морда говорит нам это невозможно то есть недовольная морда она как бы заодно является якорем да и и здесь а фокусе языка то здесь другой результат соответственно на вот это на это возражение сейчас юля берет и говорит другой результат а я говорю зато это интересно и я могу заняться какими-то своими делами или а с другой стороны у меня появится время заняться проектом который принесет больше денег так если ну там я же могу тоже говорить здесь есть несколько здесь есть принципе несколько типов игр мы например вот можем тут еще взять монетки да в качестве фишек вот юли например монетки мне монетки и дальше игрок сказал убеждение если мне она понравилась если я чувствую что это крутой фокус языка я могу поделиться если это прозвучало убедительно то я могу получить ну так же потом я скажу да если если прозвучало круто мне мне там тоже не просто игра фокуса языка и трансформация но азартные игры в нашей стране не сильно разрешены поэтому монетки берем очень маленькие да и исключительно исключительно формально вот второй вариант второй вариант когда когда игра еще один вариант когда мы играем не там ну не из идеи что там кто-то может победить или не победить для а когда мы играем например из идеи что все вместе тренируются вот тогда давайте если например скажем тренируется некоторый отдел продаж тогда мы здесь сидим все мы не дружка никак не в этом смысле не соревнуемся мы наоборот там игрок один сказал все остальные имеют возможность тоже дополнить да и сказать сказать свои какие-то по этому поводу мысли да вот мы сейчас когда демонстрацию эту проводим и например я отвечаю на вот это условное возражение я отвечаю не понимая контекста да там ну что-то пришло в голову и пришло но если играет отдел продаж то у них контекст один фразы все которые здесь есть они выстроены таким образом они абстрактные и по большому счету любого содержания на эти фразы ложится и когда играет один отдел продаж у них есть их целевая аудитория которая вполне себе вот каждая каждую фразу может им озвучить и когда они высказывают на эту фразу какой-то ответ с помощью фокусов языка они подразумевают свой продукт свою услугу тем самым тренируя а и фокусы языка и работу с возражениями мы продолжаем теперь я ну там следующий справедливо следующий игрок кидает кубик до 54 например я смещаюсь сюда опять я сместился я поднимаю карточку то же самое да то же самое здесь есть человек который там точно так же недовольно высказывать не сегодня может быть потом на стратегии реальность говорю ну возможно возможно какие-то у вас бизнес-процессы там принятие решений в вашей фирме мешают вам принимать решение быстро ну то есть так как быстро как это полезно для вашей фирмы может что-то еще быть но опять же здесь контекст вот ну что продолжаем продолжаем дальше еще еще вариант еще варианты во первых давайте скажем вот о чем можно и одному играть можно вообще играть одному раскладка раскладка карточек разные разные возражения будут на разных местах на разных убеждениях поэтому эта игра такая тренировочная можно попросту вечером например разложил поиграл чуть-чуть чего-нибудь сейчас мы выложили один слой карточек если выложить их все это будет три слоя поэтому а если несколько человек начинают играть в принципе тут очень много вариантов будет и переходов и возражений да и все фокусы языка так или иначе будут использованы некоторые возражения там немножечко перефразированы что опять-таки обогащает самую систему аргументации но продолжим вот помимо применение фокуса языка 1 до тренировки мы же мы же понимаем что надо же не просто там фигачить фокус языка надо же выстраивать в том числе систему аргументации поэтому мы можем сделать как вот я сейчас когда кинул кубик да у меня выпала вот эта карточка и стратегии реальности хорошо я сказал стратегии реальности на тему того что бизнес-процессы так привычно настроены даже не позволяет принимать решение быстро ну я например продолжаю я кидаю следующую тут единичка написано единичка это вверх я поднимаюсь сюда я карточку не поднимаю я начинаю строить каскад я говорю следом за вот этим самым за стратегии реальности о построении бизнес-процессов да я говорю на это на это же убеждение его и вы если будете продолжать вот так вот принимать решение не очень быстро это приведет к там может привести к тому что упустите какие-то выгоды не вовремя среагируйте темпы в конце концов упустите да вот могу и дальше же могу продолжить да например играем играем в каскад 3 поэтому я еще кидаю третью там циферка 88 это вот сюда это я перехожу сюда я опять не поднимаю карточку на фокус языка переопределение поэтому говорю я опять на то же самое исходное убеждение поэтому я бы конечно же давайте конечно же не прямо сейчас к вечеру созвонимся говорю и и и решим вот еще сказал каскад из трех фокусов языка да по моему я молодец тебе монетка за это вот я я молодец я молодец я вот немножечко вот такие варианты это 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 штука под а вот такие варианты они обязательно будут описаны в инструкции которая будет прилагаться к игре да как можно поиграть несколько вариантов если вы играете один если вы играете в команде возможные переходы каскады там варианты домино все это возможно потому что давайте так когда мы общаемся с клиентами когда мы прорабатываем в том числе и свою систему ограничивающих убеждений относительно продаж бизнеса там зарабатывание так далее ну зарабатывание тогда в теме денег но тем не менее творческий процесс да и мы можем управляя фокусами языка тем самым управляя свое внимание по-разному достигать разного эффекта который все равно будет лучше чем есть сейчас поэтому если у вас какие-то будут свои идеи кроме тех которые будут описаны в этой игре конечно же вы можете просто брать тренироваться и тогда на сегодняшний на сегодняшний день что грубо говоря есть во первых во первых есть игра самостоятельная когда вы можете можете просто вот с какой-то периодичностью до схода хоть и даже там разложили где-то у себя и по вечерам там немножечко в нее играете для того чтобы там мозг тоже там развивался раскачиваться вы можете играть с друзьями с друзьями с контекстом на опять-таки на идеях на идеях кто например круче скажет фразу голосуя голосуя вот там ну какой-то формальной монеточкой за того или другого вы можете играть друзьями или коллегами тут наверно скорее коллегами этом на свой рынок имея ввиду что вы потренировались и в бой то есть фактически вы можете например утром утром немножко поиграли полчасика взбодрились размялись чтобы запустить мозг чтобы настроиться на рабочий процесс на общение с клиентами хорошая разминка тренинги тренинги которые в том числе мы проводили которые например там утром пару пару раз в неделю по утрам или среди дня когда небольшой кусочек темы людям выдаются и потом они тут же начинают применять эти тренинги себя показали хорошо вот что еще да пожалуй основная идея пожалуй такова и все а вот то есть есть несколько вариантов когда то есть это первая которая выпущена она как раз таки будет полезна для темы переговоры продажи ну и соответственно то есть можно играть там в каких-то клубах да то есть встречаться тренироваться для людей когда когда и когда это может быть полезно будут в скором времени выпущены игры связанные с отношениями с деньгами с личным развитием да с личным пространством а эти игры могут быть интересны и полезны и там для психологов в том числе потому что это работа с клиентами в каком-то формате ну и для для проработки собственных убеждений вот ну как то как это выглядит в собранном состоянии да вот так вот лежат в коробочке эти самые убеждения спят усталые игрушки вот в коробочке кубик ну фишки в коробочке вряд ли будет что угодно что хотите используйте качестве фишки там спички монеточки тоже уж наверное сами найдете в процессе процессе игры да вот замечательное поле еще раз мы его показываем практический флаг флаг пионерский галстук российского знамя 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 российского и ну и разработок российского и ну и пусть не всех но некоторых вот так вот аккуратненько он складывается все прекрасно все прекрасно так вот раз и сюда то есть это все очень компактно все это очень практично можно действительно брать с собой где-то играть опять же анти кафе какие-то если у вас бывают вечерние встречи с друзьями так чтобы поиграть еще и с пользой котик это дает самое главное кому это надо кому если вы изучаете и ну пи если вы в теме фокусов языка если вы хотите их там круто потренировать если вы хотите регулярно их тренировать ну что вообще фокус языка там тема такая которая в принципе люди любят в нее погружаться и тренироваться побольше если в теме купите играйте с друзьями если вы если вы и нлп тренер и ведете фокусы языка на своих курсах полезно для отработок собирайте клубы собирайте кафе там на отработке лишний повод лишний повод собраться лишний повод собраться и по отрабатывать фокус языка вот а опять же немножечко немножечко назад почему почему-то почему таблица мы говорили уже в в наших видео где мы рассказывали по эту таблицу о том как фокус языка по ней конструируется почему удобно тренировать модели мышления которые по вертикали которые по горизонтали расположены вот эти самые объекты которые мы их применяем то есть фактически очень хорошо выстраивается мы уже даже наверное не фокус языка тренируем здесь мы наверное простраиваем поле аргументации вокруг вокруг чего-то да и чем 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 больше вот эти будут каскады вокруг тем тем больше простраивается именно именно аргументация не просто один фокус языка там долбанул и все а поле для начала до для тренировки этот по одному очень удобно тренировать дай как только вы овладели а вот этими структурами паттернами фокусов языка вы начинаете их формировать уже в аргументированный текст да то есть там смысл есть вы уже четко отвечаете на какое-то возражение или на какое-то ограничились убеждения и и да конечно же для тех кто не владеет фокусами языка ну кто не слышал об этом не сталкивался или еще не изучал конечно же обязательно в инструкции будет описание каждого фокуса языка как он строится алгоритм его построили это все будет обязательно для того чтобы вы могли с помощью этой игры во первых познакомиться с фокусами языка потренировать фокусы языка научиться формировать вот те самые ответы которые уже наполнены смыслом которые действительно влияют каким-то образом на восприятие человека и тем самым расширить и свою карту да и уметь общаться с другими людьми отвечать на их возражения или помогать им справляться с их ограничениями когда тогда пожалуй тогда пожалуй все да всем пока рады были вас видеть в эфире лёша большой тебе привет вот ну и все до встречи до новых встреч до новых встреч в эфире в эфире и ну и ну и